Видео создано при поддержке зрителей. Бостон. Пруд лебедя. Надпись на доске гласит «В конце путешествия следы за фонарем свободы». Рядом с ней на люке другие слова. Бостон. Тропа свободы. А еще чуть дальше лампа, в которой кто-то в эти непростые времена старается поддерживать огонь. Как мы знаем из довоенной истории мира Fallout, в 1951 году бостонский журналист Уильям Шофилд раздумывает над созданием «Тропы свободы» или «Пути свободы» – туристического маршрута, соединяющего интересные и важные исторические строения и памятники Бостона. Кстати говоря, он существует и в реальном мире. Ну а если пойти по ней в виртуальном городе, а заодно и по дороге записывать увиденные на люках выделенные буквы и соответствующие им цифры, то в конечном итоге мы дойдем до порога Старой Северной Церкви. Рядом с дверью находится горящий фонарь, а над табличкой, рассказывающей историю этого здания, рисунок зажженного фонаря – символа надежды на спасение. К слову, подобные информационные таблички висели возле каждого люка и, соответственно, памятного места. Войдя внутрь здания, спустившись в подземные коридоры и расстреляв забредших сюда гулей, мы придем в тупик. В нем на полу уже знакомый рисунок фонаря, а на стене – люк с той же надписью – «Бостон, тропа, свободы». Но на этот раз за ним окажется механизм. Покрутив диск таким образом, чтобы буквы с люков на улице сложились в соответствии с их номерами по порядку от меньшей к большей и после каждой буквы нажимая кнопку в центре, у нас в конечном итоге получится слово Railroad. Активировав последнюю букву, нам откроется секретная дверь. Другими словами, мы наконец-то подошли ко входу организации, о которой сегодня пойдет речь. Добро пожаловать в подземку. Конечно, рассказ можно было бы начать и отсюда, или сразу со внутренних помещений подземки, но все же путь сюда был показан с целью продемонстрировать, что секретность этого места стоит перед членами организации на первом месте. Это и неудивительно, учитывая, чем подземка занимается и кто ей противостоит. А противостоит ей не кто иной, как институт, а в особенности синты разных моделей и поколений. Но сейчас, в 2287-м, под предводительством Дездемоны, подземка вполне успешно борется с ними, помогая сбежавшим синтам третьего поколения, но так было не всегда. Однако обо всем по порядку. И начнем мы с того, что же движет людьми, принадлежащими к подземке. А все дело в том, что ранее упоминаемый институт начал создавать синтов третьего поколения. Если первые два похожи на человека только структурой тела, то третья. Что ж, синты последнего поколения настолько умные, у них настолько сложные программы, что они могут существовать самодостаточно и ничем не отличаться от обычных людей. В противовес этому ученые института считают их не более чем рабами. Но, несмотря на это, у некоторых из них формируется самосознание и самоопределение, присущее людям. В результате они избегают и хотят жить свободно от законов своих создателей. В этом им и помогает подземка. Кроме того, ее деятельность ведет к тому, что институт пока еще не заменил каждого встречного человека его искусственной копией. Что касается истории подземки, то неизвестно, когда и кто основал эту организацию, но с уверенностью можно сказать, что она существует как минимум с 2229 года, в мае которого произошел инцидент «Треснувшая маска». Если вкратце, то человек по имени Картер спокойно выпивал в баре поселения Даймонд-Сити, пока внезапно не изменился в лице, выхватил пушку и убил из нее четверых или пятерых посетителей. Когда же стражникам порядка удалось пристрелить его, то выяснилось, что Картер был не человеком, но синтом. А как мы знаем из истории института, его ученые в прошлом пытались наладить контакт с жителями Содружества с помощью куда менее человечных синтов первого поколения, но у них ничего не вышло. Излишне говорить, что после инцидента репутация института в глазах простых обывателей упала ниже некуда. Но вернемся к истории подземки, или как ее еще называют «железной дороги». И продолжим рассказом о первом известном лидере по имени Агамемнон. В древнегреческой мифологии так звали царя города Микены, хотя это, скорее всего, была кличка, что еще раз доказывает то, как важна для подземки секретность. Что касается самого Агамемнона, то о нем почти ничего не известно, кроме того, что он был главой до ноября 2266-го, пока их штаб в коммутаторе не был раскрыт и уничтожен синтами. Андроиды до сих пор хозяйничают в этом месте, но осталось им недолго. И хотя в той резне выжил только один человек, курьер Джон Дэ, а остальные, кого не было в штабе, покинули организацию, все же за ее возрождение взялся Уайетт, ставший лидером в период с конца 2266-го по 2273-й. Про него уже известно немного больше. Под предводительством Уайетта подземки в феврале 2267-го удалось спасти первого синта путем стирания памяти, внедрения новых воспоминаний и лицевой реконструкции, после чего его вывели за пределы Содружества. Так они поступали со всеми остальными синтами, ну или, по крайней мере, пытались так поступать. Кроме того, ранее упоминаемый Джон Дэ также сильно помог тем, что посоветовал Уайету создать четкую структуру с членами, находящимися в штабе во главе организации. Далее следуют полевые агенты, операторы убежищ и курьеры, ну а на самом низу были сочувствующие или неравнодушные. Еще их называли туристами. Вдобавок, с целью обмена информации создалась сеть безопасных тайников на территории Содружества. Увы, всего этого оказалось недостаточно, и в декабре 1273 Уайетт был убит, после того, как синты вломились в очередной штаб подземки. К счастью, путь отхода придумал Дьякон, вот этот мужчина в черных очках, и таким образом организации удалось избежать большого количества потерь, но все же они были, а погибшего Уайета на посту главы заменил Инки Томпсон. Первым делом он ужесточил меры безопасности и вдобавок запретил покидать штаб любому, кто не способен защитить себя сам. Ну а если судить по его записям, в прошлом вывод синтов за пределы Содружества занимал слишком много времени, так что тут также был отдан приказ ускорить деятельность. И одним из ее результатов является Харкнес, сбежавший синт третьего поколения с изначальным номером А321. Ему почистили память, заменили ее новыми воспоминаниями, а также поменяли внешность, что в конечном итоге привело Харкнеса к посту главы службы охраны в Ривит-Сити. Здесь же проживает агент подземки по имени Виктория Уоттс. Она может начать искать одинокого путника в случае, если тот будет находиться в поисках андроида, сам ли или, по заданию доктора Зиммера, главы бюро робоконтроля отдела института, занимающегося в данный момент поиском сбежавшей собственности этой организации. Что касается Пинки, то он управлял подземкой вплоть до 2276-го. В сентябре этого года они потеряли одно из убежищ под кодовым названием Троиц. Троиц. Дездемона постоянно давила на него и указывала на совершенные ошибки, и в результате этого давления Пинки ушел с занимаемой должности. Позже было устроено голосование с целью определить нового лидера. За место начальника боролись доктор Стэнли Каррингтон и Дездемона. Так уже стало понятно, победила последняя, а Стэнли стал правой рукой Дездемона. Кстати, о докторе. После выборов он продолжил оказывать медицинскую помощь членам подземки и заниматься другими полезными вещами. Под руководством Дездемона, железная дорога вновь поставила во главу угла скрытность и секретность, а не поспешность действий, как это было во время Пинки Томпсона. К тому же была улучшена система тайников, и вдобавок к ней разработана система знаков, позволяющая посвященным узнавать всю важную и нужную информацию. Дальше больше. В 2279-м к ним присоединяется Томас Уэсбори, он же Техник Том, он же ТТ. Благодаря инженерным познаниям Тома был серьезно поднят технический уровень штаба, а также создано новое вооружение. Правда, вся эта подпольная деятельность и лежащая на нем ответственность сказались на психологическом здоровье Тома. Кроме того, он пристрастился к препаратам, но все же работу свою выполнял и выполняет по сей день. В 2280-м один из сбежавших синтов под номером G781 отказывается от стирания памяти и, соответственно, личности. Вместо этого он выявляет желание примкнуть к движению подземки. Подобного не случалось никогда. Впоследствии синт получил имя Глория. Она вступила в ряды солдат организации, а за свои заслуги ей было даровано место в штабе организации. В 2281-м Томми Уисперс обнаруживает прежнюю базу подземки под названием Коммутатор. К сожалению, парень не выбрался, когда позже на комплекс напали синты. Зато в другом месте агенты нашли еще одну крайне полезную штуку. ПАМ. Прогностическая аналитическая машина. И машина эта была разработана еще в 2067-м и успешно предсказала ядерный удар со стороны Китая, а после того, как обслуживающий ее персонал умер, она перешла в спящий режим. Когда же ее обнаружила подземка, то техникам организации пришлось повозиться, чтобы разобраться, что перед ними такое, настроить компьютер, а также начать скармливать ему данные, чтобы он выдавал прогнозы возможного будущего. Однако институт вновь нанес удар с помощью синтов, которых возглавляли охотники. Охотники — это синты третьего поколения, созданные для сложных заданий, в том числе боевых. Но все же агентам подземки удалось спасти ПАМ и перенести его сюда, в тоннеле Старой Северной Церкви. ПАМ продолжила предугадывать на благо подземки иногда и выдавала очень точные прогнозы, но иногда тоже сильно ошибалась. Тем не менее, за время ее работы человеческих жертв не было. Так продолжалось до тех пор, пока в 2283-м в Даймонд-Сити не пришли четыре синта, но не растерянные, как это обычно бывает, а вполне нормальные, да еще и с зашифрованными кодами. Позже подземка догадалась, что внутри института есть их союзник, тот, кто им помогает. Поэтому сочувствующему ученому дали кодовое название «Патриот», а организация продолжила получать от него все новые партии синтов, которые хотят спастись. Так было аж до 2287-го. За это время количество членов подземки разрослось так, что даже сама Дездемона не могла знать точно их количество. Что касается ПАМ, то после долгих попыток просчитать местоположение института она попросту вышла из строя и целый год не запускалась без сбоев. В противовес этому подземка начала работать с аболиционистами — группой людей, помогающей сбежавшим рабам. Да, вы все правильно поняли — в ядерный пустошь и рабство — такое же обычное дело, как убийство и грабежи. В этом же году после Криониса в убежище 111 просыпается Выживший. Он или она своими действами определяет судьбу подземки и многих других в Содружестве. И на этом, пожалуй, можно было бы закончить историю о прошлом Железной дороге. Кроме того, формат подобных рассказов не позволяет авторам писать отсебятину и всякие там размышления, ведь важны только факты. Но все же мысли есть, и если вам интересно, то останьтесь буквально еще ненадолго. Почти в самом начале было сказано, что зажженный фонарь является символом надежды на спасение — в данном случае спасение синтов, которые обрели самопознание. Но в процессе спасения синтам стирают память и заменяют ее совершенно другой. То есть, другими словами, полностью меняют их личность, а вернее даже убивают старую. Можно ли подобное назвать спасением в полной мере, или же им просто заменяют реальность ложек? Пожалуй, это вопрос для наших внутренних философов. Также явно прослеживается историческая линия сходства между институтом и подземкой с одной стороны и Великобритании и зарождающимися штатами с другой. Первые представляют из себя сильные и обладающие реальной мощью стороны конфликта, а вторые ведут подпольные игры и стараются не попадаться на глаза. Ну, по крайней мере, до поры до времени. Кроме того, в 19 веке на территории реальной Америки существовала подземная железная дорога. Это была тайная сеть дорог и убежищ, по которой спасенные рабы переправлялись в свободные штаты и в провинцию Канады. Начали это движение аболиционисты, подобие которых существует и в постядерном мире Fallout. Вдобавок, керосиновая лампа, без которой в тоннеле не совались и в те давние времена была чем-то вроде символа свободы для рабов. Ну и последней, явно исторической отсылкой, будут два фонаря, горящие на крыше Старой Северной Церкви и напоминающие о сражении между патриотами и британскими солдатами, имевшего место 18 апреля 1775. И на этом, пожалуй, все. Не сомневаемся, что отсылок есть гораздо больше, но о них возможно в следующий раз. Отдельную благодарность хотелось бы выразить всем тем, кто поддерживает нас на патреон через спонсорскую подписку YouTube и Донатпэй. Среди них FVS, Алексей Горячухин, Василиса Зурянова, Жук, Пейксон, Юрик, Скима, Кейт Стародуб, Димкин МДМ, Витис Восток и многие другие, чьи имена вы видите перед собой. Также не забывайте про группу в ВК, Дискорд и Инстаграм, ссылки на которые есть в описании. А на этом все. Чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз.